Друзья мои, прекрасен наш союз. Союз. Внезапный утренний выпуск «Сидим передим с дедом» по мотивам свежайших разведданных, поступленных, так сказать, из центра, фактически. Сигнал пришёл из самого Европейского, хотел сказать, Росценнадзора. Нет, у них там по-другому, организация называется. Мне, как раз, звонили недавно оттуда. Это Европейская комиссия по защите прав демассценеров, как-то так она называется. Вот, оттуда поступил сигнал, как бы проигнорировать мы не смогли, поэтому придётся сегодня брать БК за рога. Давайте посмотрим лучший релиз с прошедшего кафе 2020 Winter. Это, безусловно, релиз под БК, под БК, значит. И, ну, прокомментируем его в меру сил, в меру нашего понимания БК. Вот, смотрим из Ютьюба, потому что БК мы не умеем. Значит, Ютьюб начинается очень неплохо, именно так, как я БК себе и запомнил. Ну, идёт лёгкий декрянчин, как вы понимаете, такой стерилизованный под духа ООНа. Вот, и сейчас, видимо, попрёт. Главное, что мы узнаём, кафе 2021 будет. Ну, а дальше, как бы... Дальше наши друзья приглашают нас, естественно, на Хаос Констракшн летний. Ну, такая была номинация, такая была идея самого мероприятия. Вот, вам стоит отдельно, самостоятельно послушать эту работу. Значит, особенно сосредоточиться на музыке в этой работе. Потому что, вот, в области музыки здесь, как бы, есть существенные технические ачигменты. Вот, мы просто давайте с вами убедимся, что вот никакого контента больше, кроме глаза, логотипа Хаоса и дат проведения нет. Вот, ещё раз, глаз, даты проведения и город. Нам этого достаточно. Нам этого достаточно, потому что мы сейчас с вами переходим опять на повод. И нам требуется прочитать сам сигнал. Вот, сигнал, который поступил из Европейской комиссии сегодня. Как будем его читать? Ну, видимо, будем искать сейчас где-то здесь. А вот так вот мы его сейчас найдём быстренько. Значит, вот он, Хаос Винтер. Вот оно, изобилие работ, которое выложено на повод на сегодня. В общем-то, их больше и не было, поэтому, что ж. Вот оно, БК за рога берём мы. И вот он, комментарий, значит, от какого-то Блэк Драгона. Кто такой, неизвестно. Но пишет человек очень важные вещи. Он пишет нам, значит, ПАТИ ИНВИД ВИЗАУТ ЭНИ ИНФОС. КОМПЕТИШН, ПРАЙС, многоточие. ВОТЭФ, пишет он нам. Вот. Казалось бы, да. А, и ставят дизлайк, конечно же, да. Казалось бы. Казалось бы. Ну, что вот это Блэк Драгон, кто это такой вообще, да? Какой-то непонятный человек, как бы, да? ПАУЛЬ ПЭ. ПАУЛЬ ПЭ. Кто это? ПОЛ ПАВЛОВ? Непонятно. Вот. Но это, конечно, наталкивает нас на существенные вот такие возможности. И для наброса вообще в целом, да. И для того, чтобы рассудить. И, видимо, этот ролик мы выпустим именно как раз под хэштегом Рассуди, Дядя, Дядя, Рассуди. И попробуем сейчас рассудить. Потому что я-то лично хотел от авторов инвитации на БК технических деталей. Мне бы хотелось, чтобы они опубликовали как можно скорее и везде. На русском языке, ну и на языке вероятного противника. Собственно, описание того, что же там такого достигнуто. Потому что, ну, в БК не все мастера, да. А уж взять за рога БК вообще не каждый может. Вот. И, конечно, этот текст нужно было уже написать. Уже написать и уже опубликовать. Но не все мы успеваем. Поэтому, надеюсь, они возьмут себя в руки и опубликуют его там на Хупле, где-то еще. Там, чтобы это было доступно для почитателей. Вот. Это мои претензии были. Но вот господин Блэк Дракон, конечно, он копнул в самую суть. В самую мякотку правды. Давайте вернемся на десятилетие назад. На двадцатилетие назад вернемся. На двадцати... Четырехлетие назад, да. И посмотрим, как выглядели инвитации на InLight 96. Вот февраль 96-го года. Это первая инвитация от Virtual Brothers. Вот, значит, апрель 96-го года. Это вторая инвитация от Virtual Brothers. И вот третья инвитация от Virtual Brothers, датированная маем 96-го года. Напомню, InLight проходил в августе, естественно, 96-го года. Вот. Давайте попробуем эти работы посмотреть. Причем, есть такой риск, что мы посмотрим их от начала и до конца. Потому что вопрос важный перед нами сейчас стоит. И нужно реально рассудить, разобраться, честь по чести, чтобы все было. Вот. Потому что, ну, а что? Вот, значит, соответственно, окно для текста. Вот с помощью Next мы можем его листать. Релиз дейт 27 февраля 96-го года. То есть через несколько дней буквально будет юбилей этой работы. Естественно, за рулем Джон Станнер. Виталий Романов и Владимир Ларьков. Нас приглашают. Нам сообщают. Докладывают фактически нам, что можно будет и Комодорить, и Амижить, и Айбиемить даже. Кстати, про аспекту вам ни слова. Сообщают нам, что точных дат неизвестно. Но сообщают, что это будет конец августа и Питер. А, и, кстати, предлагают и Спектром сюда включить. Ну, вот этих ущербных со Спектром, и тоже вот пустить на Нлайн. Хорошо. Значит, сообщают. Примерный формат номинаций. Значит, неизвестные задания. Памятные призы. Цель. Формируют цель-цель демомейкинга. Искусство, а не деньги. Вот. И дают контакты. Совершенно четкие и точные контакты. В формате Федор адреса. Значит, и телефона в Питере. Спрашивают принципиальную готовность нашу. Еще раз дублируют контакты. И просят вас. Давайте отклики. Мы ждем ваших откликов. Судьба Спектрома зависит от вас. Сообщают они нам. Greetings. Честь по чести. Read again. Вот. Это самая первая инвитация на Д-96. И еще раз, она датирована февралем месяцем. Февралем месяцем 96-го года. Теперь переходим к второй инвитации на это мероприятие. Она датирована уже апрелем. Смотрим, что написано во второй инвитации. И есть ли там какая-то новая, свежая, дополнительная для нас информация. Смотрим из-под эмулятора, к сожалению, сегодня. Потому что не то, чтобы тапов нет. Тапы, может, и есть. Но большинство этих релизов очень плохо работало даже на Скорпионе. А уж на оригинальной машине, скорее всего, они вообще непотребно себя ведут. Очень крутой трек. Очень крутой эффект. Также работает примерно читалка через Enter. Значит, 4 апреля 96-го года. Те же участники. Музыкант другой. Доктор Самплер здесь. На Ай-Ке Доктор Самплер. С очень хорошим треком. Прям таким легендарным. Что происходит? Примерно тот же посыл. Примерно тот же месседж. Но. Первый вопрос. Известна ли нам дата? Неизвестно. Патя состоится в конце августа. По состоянию на апрель нам сообщают, что это конец августа, суббота и воскресенье. Детализированы конкурсы по Комодору, по Амиге, по каждой из платформ. Даны отдельные контакты. Отдельные контакты. В том числе e-mail'ы даны. E-mail'ы нашего друга Фрога. Ларьков берет на себя ZX Spectrum, хотя он ему чушь идеологически. Ну, молодец. Даются детальные детали всех спектромских компов. Немножко упоминается за бугор. Чуть-чуть совсем. Но, заметьте, на английском языке информации вообще нет. Даются информации о том, как писать правильно, как не делать ауты неправильные и все остальное. Вот, смотрите, для старших прапорщиков пример даже дается. Красавцы вообще. Просто красавцы. Передаются приветы различные. Вот, и, соответственно, все начинается заново. Вот, это вторая инвитация от апреля. И теперь смотрим последнюю финальную инвитацию назад в год. Это, соответственно, E96 Info 3. Те же самые люди, та же самая команда приглашающих сообщает нам следующее. Это, конечно, самая бомбическая инвитация из всех. Настолько мощная, что она даже, видите, не сразу запускается. Тоже очень неплохой трек. Сейчас узнаем, кто его написал. КОНЕЦ Вот этот эффект конкретно очень плохо работал на Скорпионе Впервые мы видим сообщение на английском языке Вспоминается давно забытый мной ассемблер Ксас, который в свое время тоже, конечно, решал немного, чуть-чуть совсем он решал И вот суть, смотрите, давайте почитаем даже, может быть, английский текст, потому что как бы он нам более интересен здесь Вот, большая читалка в духе Борн Дега, прям честь по чести С попиксельным скролом, 31 мая 1996 года Участники те же, музыкант тоже Романов, тот же, который был в первой версии И отдельный человек, который был взят для перевода на английский язык Первый и самый главный пункт Мы продолжаем вас информировать о приближающемся в августе инвайде Контакты Отдельные по каждой платформе Отдельный человек, ответственный за каждую платформу Правила Причем во второй редакции Причем с указанием даты, когда они последний раз менялись Детально, ясно, четко С техническими деталями даже по спектруму С пояснением, как надо спектрумить и как не надо спектрумить Что печально, пока мы по-прежнему не видим дат То есть на 31 мая не определены даты Потому что главный мой месседж сейчас был в том, что даты были изначально Но нет, это не так К сожалению, во всех трех инвитациях на Е96 даты не определены Вот после такого накала и напора я лично ехал на Enlight 96 Я уже эту историю рассказывал В день Enlight 96 я был в Москве, на самом деле, на Митинском рынке Не потому, что у меня не получилось доехать до Enlight А вот другие были цели и задачи К сожалению, другая повестка на тот момент времени Перейдем к Enlight 97, на котором я уже был И по Enlight 97 уже накал был чуть меньше Invitation был всего лишь один Один единственный Значит, та же самая команда людей плюс Virtual Group И Invitation датирован августом 1997 года То есть достаточно поздно он, на самом деле, сделан Мы сейчас узнаем точно, когда он сделан Значит, и обязательно его посмотрим Потому что я, честно говоря, плоховато его помню Просто к моменту этого Invitation уже никого инвитировать не надо было Уже и так все было понятно И этот Invitation просто был дополнительным сигналом Что мы как бы едем туда, куда надо Вот все эти полторы тысячи человек, которые приехали в Питер Они после этого Invitation просто поняли Да, все правильно, билеты сдавать не надо Значит, 3 августа выпущена эта работа Здесь хакер Крис программирует Ларьков только пишет текст, а музыка ДНК То есть немножко прям поменялась драматическая команда фактически Даны точные даты За 20 дней до мероприятия даны точные даты Адрес, станция метро и методика прохода И это было достаточно важно Потому что, ну, Питер сложный город Особенно для тех, кто приехал из такой деревни, как Самара И как бы поясняется график Детально поясняется график Когда, что, где, как, сколько, в минутах Употребление на пате спиртных напитков запрещено Вот здесь, конечно, хочется сделать скриншот Как бы и рядом другую картинку Показать вам, хорошо вам известную Там на болотах онлайта, в фотоархиве вы можете ее найти Вот, надеюсь, вот эта ретроспектива Invitations Дала вам намек на то, что слова господина Блок Дракона Которые вот здесь были сказаны О том, что инвитация абсолютно пустая Это не просто слова Это слова в самую мякотку правды Я не смотрел остальные работы детально Но я абсолютно уверен, что и там ничего, кроме слов В Каус Констракшн Кроме двух чисел в августе И кроме города Санкт-Петербург Даже без указания, что это Россия Ничего там больше нет Вот, и давайте поймем, что Если как бы вы хотите сделать мероприятие И хотите, чтобы так приехал буржуин Проклятый буржуин, да? У которого нужно делать визу Какие-то еще вещи То, конечно, как-то надо подходить более серьезно Вот, а сейчас вот эта картинка Я приближу немножко, поскольку белый фон Я не смогу сейчас найти сам пост Свежевший пост Буквально вчера-позавчера его доставили Ну, если помните, это мем о шерстяной волчара Я шерстяной волчара, как бы, куда я бегу А люди, которые бегут за ним, волки Они там, у них другие фразы выскакивают Отца в свое время троллили этой картинкой Когда он организовывал русскую зиму Вот, третьего дня Значит, был очень интересный ресерч Почти от британских ученых Ну, там, от канадских, скорее всего Где выяснилось, что на этой картинке Впереди не волк протаптывает тропу А волчица А за ней идет ее помет разных лет И они перемещаются с одного кормовой базы С одной точки на другую И она вот через канадский снег Мать прорывает тропу вперед И вот у меня вопрос И к Лысому И ко всей остальной гоп-капелле Если у вас Впереди вас Вашего паровоза Рвется и несется волчица Которую зовут Нам очень хорошо известно, какую зовут Анна Федоренко Она же Элла Концельбоген Она же Людмила Огуренкова Она же Изольда Меншова Она же Валентина Паният Она же Наташа Она же Катя Так вот, если баба Из года в год Тащит вас вперед Так может вы немножечко тоже подключитесь Поднапряжетесь И поможете ей Привезти демосцену В России В культурной столице На должный уровень 2020 года На этом все До новых встреч Сидим, пердим с дедом Ставим лайк Подписываемся Пока